Здравствуйте, дорогие друзья! Как заявлено в названии нашей сегодняшней передачи, мы с вами начнем говорить о новой территории, куда придвинулся со своей армией Александр Македонский. Вернее, даже Милет, о котором шла речь в предыдущей нашей лекции, он уже, этот город, располагался на пограничной территории между Ионией и Карией. Кария – это историческая область на юго-западном побережье Малой Азии, где издавна обитал народ корийцев, издавна еще до того, как туда приехали греки-переселенцы. Ну, возможно, самой такой известной рекой, своеобразным символом этого места, о котором мы с вами сейчас говорим, является река Меандр. Мы ее уже упоминали в предыдущей лекции, поскольку Меандр или Мендерос впадает в Средиземное море, там, где стоит Милет, собственно, там, где мы оставили Александра в нашей предыдущей лекции. Вот я хочу вам показать, насколько извилисто течение этой необыкновенной реки, давшей начало знаменитому греческому орнаменту, дожившему со времен античности до сегодняшнего дня. Вот давайте мы посмотрим поближе этот слайд, и вот на следующем мы увидим один из вариантов орнамента, который называется Меандр. Вообще, орнамент в истории разного народа, любого, вернее, всегда очень символичен. Но что интересно, орнамент – это повторяющийся какой-то элемент, законченный. Этих элементов может быть очень много, а вот Меандр относится к редкой группе орнаментов, который бесконечен. Вот посмотрите, эту загогулечку, ее можно повторять до бесконечности. Так что вот в этом, казалось бы, простом орнаменте, посмотрите на следующем слайде, как широко его разрабатывали греки, украшая таким орнаментом и свою одежду, и вазы, и расписывая, скажем, потолок своих комнат. А вот любой из этих орнаментов, он является символом бесконечности. На следующем слайде, посмотрите, пожалуйста, вот золотое кольцо, которое носила древняя гречанка на своем пальчике, и тоже украшено этим орнаментом, меандром бесконечным. Ну, как говорится, у кольца нет конца. А вот еще раз эта река, являющаяся, еще раз повторяю, символом этих мест. А вот, не знаю, покажут ли вам вблизи, вот у меня, например, такая современная полосочка, которой можно украшать свою одежду. Она до сегодняшнего дня украшена таким же орнаментом, меандром. Он пользуется действительно большой популярностью до сегодняшнего дня. Ну, это как бы вот такое небольшое замечание, что те места, о которых мы с вами говорим, это не так уж далеко и в пространственном, и во временном отношении от нас. Так вот, меандр являлся своеобразным символом как ионии, так и той области, о которой мы с вами сегодня говорим, области карии. Кария довольно бедна, скажем, мифологическими сюжетами, хотя очень давно была эллинизирована. И, пожалуй, если говорить о своеобразном мифе, который тоже мог бы быть визитной карточкой той территории, где Александру пришлось еще раз штурмовать город, к сожалению, город, который тоже хранил в своих стенах еще одно чудо света, так же, как и Эфес, только если в Эфесе был храм Артемида Эфесской, то в Галикарнасе был знаменитый мавзолей. Так вот, эта земля, о которой мы с вами говорим, в основном известна мифом об Эндемионе. Культ этого мифического героя в Карии был известен с глубокой древности. Вот я вам сейчас хочу показать первый слайд, посвященный этому сюжету. Согласно мифу, согласно мифа, в Карии располагалась пещера на горе Латме, или горе Латм, где вечным сном спал Эндемион. Но он был совершенно живой человек, просто он никогда не просыпался. Миф этот довольно интересен и был широко распространен как в самой Карии, так и на Балканской Греции. Вот этот юноша, который с помощью вечного сна пытался сохранить свою вечную красоту, объединялся в представлении греков с селеной. Селеной в переводе с греческого «луна». Вот вы сейчас видите, к юноше пришла эта самая луна в сопровождении сатира. В античной мифологии персонификации этого ночного светила луны вот как раз была богиня Селена. Ей поклонялись и в Новолунии, и в Полнолунии. Изображали ее часто вот так, с двурогим мельцем на голове, но, правда, еще чаще на лихой колеснице. Трактовка образа Селены богата вариантами, но чаще всего ее связывали как раз с красавцем-корийцем Эндемионом, погруженным в вечный сон. Спал этот вечно молодой юноша, как я уже сказала, в пещере на горе Кадм в Карии, и не знал, что по ночам Селена наслаждается его красотой, в результате чего у них даже родилось 50 дочерей. Ну вот причину столь долгого непробудного сна греки объясняли по-разному, и корийцы тоже по-разному. То ли Эндемион сам выбрал вот такой вечный сон, как дар у Зевсу для сохранения вечной молодости, то ли владыка таким образом наказал его за связь с одной из своих возлюбленных, возможно, даже за связь с Селеной, которая одно время была женой Зевса. Ну, что касается самих корийцев и занимаемой ими территории, то она со временем менялась, безусловно. Поэтому вот я еще раз повторяю, и Милет, город, о котором мы говорили в предыдущей лекции, считался одно время то и городом ионийским, то и городом корийским. Границы Карии определены были примерно на основании описаний великого античного географа Страбона и Немелия великого первого в истории античности историка Геродота, который, кстати, был не только уроженцем Карии, но и, вероятно, даже по происхождению не грекам, но корейцам. Страна эта простиралась по берегу Средиземного моря, именно на том его участке, побережье, который располагался напротив острова Крит и Родос, примерно вот где-то от устья реки Меандра, о которой мы с вами говорили, до устья реки Инд. Вот такое интересное название, между прочим, было в Малайзии, которое еще раз говорит о том, что все люди братья, и названия, свои имена, гор, рек, они разносят по очень большой территории. Сейчас, кстати, река Инд в Турции называется Даламан. Так вот, на территории Карии были довольно известные города, такие, как Книд, прославленный некогда знаменитой скульптурой Афродиды Кницкой, город Галикарнас, о котором мы с вами будем говорить, или вот тот же самый Милет, о котором мы говорили в предыдущей лекции. Граничила Кария с Лидией, некогда сказочно богатой страной, граничила с Фригия, о которой мы с вами поговорим, поговорим в следующей лекции. Но в основном Кария располагалась на территории Средиземного побережья, Средиземноморского побережья. Жили здесь представители довольно разных греческих племен, помимо самих корийцев. Ну, сюда, во-первых, естественно, переплывали греки с острова Родос, он вообще очень близко расположен. Затем переселенцы из Лакидемона, или спартанцы, как мы их с вами чаще называем, основали вот этот самый знаменитый город Книд. Затем дарийцы, могучее племя, некогда спустившееся с севера Греции, завоевавшее всю Грецию, вот они основали здесь город Галикарнас. Так что Галикарнас был городом дарийским. Ионийцы, представители этого греческого племени, которые некогда приплыли из Афин, как раз-таки основали, вернее, захватили город Милет, тот самый, который не захотел покориться Александру. Но, впрочем, эллины, которые довольно активно заселяли Малайзийское побережье, стелились очагами, то есть они не полностью захватывали побережье моря, и таким образом корейцам выход в море, а это очень важно для торговли, оставался. Поэтому вот каких-то таких долговременных войн между пришельцами и местным населением здесь не наблюдалось. Было довольно мирное сосуществование. И, в общем-то, корейцы признавались почти равными людьми по статусу, поэтому они могли занимать и довольно высокое положение в обществе, и учиться, и становиться великими историками. Вообще, большая часть карии представляет собой гористую местность, где в античное время было развито овцеводство. Ну, как, в общем-то, и вообще в Греции. Овечий, козий сыр до сегодняшнего дня один из самых основных продуктов питания. Вот такие наиболее плодородные земли в Карии лежали как раз в долине реки Меандра, ее притоков, вот той реке, о которой мы с вами поговорили. В древности эта местность славилась, в общем-то, и вином, помимо сыра. Вино в основном делали в спартанском городе Книт, и даже на корейских монетах изображали гроздь винограда, как еще один символ этих мест. Но, правда, виноградостную виноделию жители Карии научили переселенцы из Греции. Происхождение корейцев описано очень хорошо Геродотом, как я уже сказала, самим представителем этого местного народа. Вот давайте мы на следующем слайде посмотрим бюст этого великого человека, которого недаром называют отцом истории. Так вот, что он писал о происхождении своего народа. Корейцы, пишет Геродот, считали себя исконными жителями этих мест, хотя не менее известна была и другая история о том, что корейцы приплыли с острова. Корейцы пришли действительно с острова, говорит Геродот. В глубокой древности они были подвластны Минусу на острове Крит отцу знаменитого страшного Минотавра. Назывались тогда корейцы лилегами и жили на островах. Они обязаны были поставлять по первому требованию Минуса для его кораблей грибцов. Но так как Минус покорил много земель и вел победоносные войны, то и народ корейцев вместе с Минусом в те времена был самым могущественным народом на свете. Давайте перелеснем слайд и посмотрим уже скульптурный портрет Геродота почти в полный рост. Затем, пишет он, много времени спустя корейцев изгнали с их островов, дарийцы и ионяне, греческие племена, и таким образом они переселились на материк. Так-то рассказывают о корейцах жители Крита. Но правда сами корейцы, говорит Геродот, не согласны с этим. Они считают себя исконными жителями материка, утверждая, что всегда носили одно и то же имя, что и теперь – корейцы. Ну, это я вам на всякий случай просто рассказала о том, что глубокая история греческих племен до конца еще не выяснена. И происхождение того или иного народа до сих пор не может быть точно идентифицировано. Скажем, вот за островное происхождение корейцев выступали Страбон, Фукидид, который считал, что с островов Эгейского моря минус выгнал корейцев за то, что те были пираты, за то, что они пиратствовали. Ну, для корейцев важно это было доказать тот факт, что они местные жители и давно владеют этим побережьем. Сами мы ничего более определенного о них сказать не можем, потому что корейский язык давно достаточно умер, и сохранились некоторые надписи на корейском языке, которые удалось расшифровать русскому лингвисту Шиварошкину. Корейский язык, практически исчезнувший еще до Рождества Христова, принадлежал, как теперь выяснено, группе анатолийских языков, на которых и говорили народы Малой Азии. Вот на том участке земной суши, о котором мы с вами сейчас говорим, жили разные народы, но в основном они все говорили на анатолийских языках, которые принадлежали к индоевропейской семье. Лидийцы, ликийцы, корейцы, они все, я думаю, были родственны между собой. Считается, что впервые кария была упомянута в клинописных текстах кхетов, имевших некогда великую империю. Они писали об этой земле как стране Каркиса. И впервые вот такая надпись говорит о корейцах где-то в середине II тысячелетия до н.э. Затем еще о корейцах упомянул Гомер в своей великой Илиаде. В Илиаде корейцы, а также Лилеги и Пеласги, вот Пеласги это точно самые древние предки современных греков, так вот эти народы перечисляются Гомером как союзники троянцев. Значит, мы можем сделать вывод, что во время Троянской войны, то есть в середине XIII века до н.э., корейцы уже обитали в Малой Азии. А затем, вот спустя 800 лет после Гомера, о них уже поведал Геродот. Впрочем, о корейцах есть и упоминания в Библии, в книге царей, как о наемниках Иуды, которых он приглашал, ну это примерно IX-VIII век до н.э. Почему приглашал? Потому что корейцы вообще-то считались довольно воинственным народом, именно им. Между прочим, Геродот приписывает изобретение ручек у щитов для удобства и султанов на боевых шлемах. Вы, наверное, помните, что султаны, мы с вами об этом говорили, были не просто украшением, а вот эти самые волосы на головном уборе, они смягчали удар меча, если он приходился по голове. Вот Геродот, в частности, рассказывает, что корейских наемников с удовольствием приглашали египетские фараоны, потому что корейцы не только хорошо воевали, они еще были и знаменитыми пиратами, как, в общем-то, и все народы моря, то есть вот греки с островов, они все занимались морским разбоем. И есть сведения вот из египетских хроник, подчеркнутые, что египетские фараоны не предпочитали не ссориться с этими людьми, одетыми в удивительные медные доспехи, а принимали их на службу наемниками. И вообще вот такая рассеянность корейцев-наемников по всему району Средиземного моря, возможно, и породила версию о легенду об их островном происхождении. А вообще я хотела бы, наверное, несколько слов, прежде чем перейти к рассказу об Александре, несколько слов сказать о том, все-таки откуда появилось так много греков вот на территории современной Турции, на Средиземноморском побережье Великой Персидской империи. Дело в том, что был в истории Греции такой момент, который принято называть «Великая греческая колонизация». Мне кажется, мы об этом в свое время говорили немножко вскользь, поэтому я повторюсь. Вот этот великий исход греков со своей родиной был вызван не только имущественным расслоением, и этот процесс, в общем-то, происходит повсюду, такова уж закономерность человеческой истории в пору разложения древних обществ на богатых и бедных. Но вот в Элладе этот процесс еще осложнялся скудостью почвы, потому что Греция – это очень красивая, конечно, страна, но горная и каменистая. И к тому же Греция практически со всех сторон омывается морем, а сами греки были, остаются и прекрасными мореходами, и прекрасными торговцами, и поэтому в такой сложившей ситуации, когда людей было очень много, а прокормиться было очень трудно, а вокруг море, выход найти было как раз нетрудно. И вот примерно с конца VIII века до нашей эры, то есть примерно лет за 400 до Александра, начинается добровольное переселение эллинов, уплывавших по морю на соседние острова и побережья в поисках лучшей жизни. Размеры этого выселения добровольного со временем приобрели такие размеры, что в историю это событие вошло под именем «Великая греческая колонизация». Происходило это, как правило, организованно. Сначала выбирали человека, основателя будущего нового города, которого звали Ойкист. Затем на общие средства снаряжали корабль с продовольственными запасами, с утварью, с рабочими инструментами, с оружием, конечно, и отправлялись в далекий путь, чтобы основать новый город, колонию, или по-гречески «Опойкию». И вот из этого укрепленного поселка на чужой земле со временем вырастали независимые города-полисы, колонии, но все-таки независимые, но которые сохраняли при этом всегда близкие отношения с родным городом. И вот таким образом греки освоили очень много земель. Северные побережья Гейского моря, Южную Италию, Сицилию, в районе современного Марселя они основали город, тогда он назывался Массали. Они освоили север Африки, берега проливов Гелеспонта и Дарданеллы, азиатский берег Мраморного моря, он назывался Пропонтида, Босфор, даже Византий, будущая столица Великой Православной империи, и даже вот нынешний Стамбул, он тоже был греческой колонией. Греки, привыкшие всегда плавать вблизи видимых берегов и островов, не побоялись со временем и бурного, не имеющего никаких островов, Понта-Эфксинского. Правда, его берега, этого моря были заселены воинственными племенами, поэтому греки так и назвали его Понт-Эфксинский, то есть негостеприимное море. Мы его сейчас с вами называем Черное, потому что это перевод персидского названия Ахшайна. Ахшайна значит Черное море, а там действительно цвет воды довольно тусклый, темно-коричневый, почти черный, совсем не такой синий, как в Средиземном море. Но греки, особенно ионийские греки, они переплывали это Черное море, основали так много хорошо знакомых, совсем наших городов, как Фоногорию на Кубани. Дорийцы, например, из города Гераклей, основали Херсонес, украшение современного Севастополя. А выходцы из Милета, того города, на котором мы с вами остановились в нашем рассказе об Александре, основали очень известный город Ольвию на правом берегу реки Бук, Феодосию у нас в Крыму, Пантикопею на месте современного города Керчь, который, кстати, со временем стал самым крупным центром Северного Причерноморья и даже столицей целого Босфорского царства. На Кавказе выходцы же из Милета основали город Диаскуриаду, названную так в честь знаменитых спартанских царей, братьев-близнецов Диаскуров, братьев знаменитой прекрасной Елены, за которой началась Троянская война. Этот город находился возле современного Сухуми. Так что после великой греческой колонизации 8-6 веков до н.э. множество греческих колоний растянулось по берегам самых разных морей, вплоть до нынешнего Марселя и Ниццы. Тогда этот город назывался Никея, то есть Победа. Особенно много таких греческих городов было в Сицилии, в Южной Италии. Эту местность вообще даже называли Великая Греция. На восточном побережье греческие города носили название Восточная Греция. Это вот то, что сейчас является побережьем Турции. И вот после того, что я вам сейчас рассказала, нужно ли говорить, что все эти города, вот мною перечисленные, Ирины воспринимали как свою родину, где они трудились, рожали детей, строили и жили. Это была их родина. Особенно близка им, конечно, была Восточная Греция, то есть Малая Азия, о которой мы с вами сейчас говорим. И для того, чтобы продолжить наш разговор дальше, вот мы должны с вами определиться, что на этой территории жили как местные племена, ну, скажем, в данном случае корейцы, так и выходцы из самых разных греческих племен. Причем у каждого племени был свой мифический прародитель. Ну, вот, скажем, самые северные территории были заселены эолийцами. В античной мифологии их основал Эол. У него был брат Дор, который считался родоначальником другого сурового племени, Дорийцев. Как я уже сказала, вот эти великие переселенцы предпочитали долго с местным населением не воевать. Хотя, конечно, столкновения бывали. Вот, например, Геродот сообщает, что переселенцы из Афин, например, когда приплыли в Милет, то перебили всех мужчин. А потом уже взяли дочерей себе в жены и вот таким образом как бы захватили этот замечательный торговый город. А корейцы, они, конечно, отступили вглубь страны, но сохранили свой язык, насытили его большим количеством греческих слов. По некоторым фактам можно сделать вывод, что вообще правящая знать корейцев где-то к IV веку, да, на шире, то есть ко времени Александра, вообще перешла на греческий язык. Единого государства у корейцев никогда не было, они жили в поселочках, в маленьких городах, и все эти города были объединены в союз. Ну, по такому принципу конфедерации объединяли корейцев единый язык и вера в бога. Геродот пишет, что это был бог войны, Зевс корейский. Самые важные вопросы для всего корейского сообщества решались как раз в самом главном храме, храме Зевса корейского, который был расположен в центре Карии. Ну, вот, как я уже сказала, в Карии большинство городов было объединено в союзы, но Милет, который со временем все-таки отделился от местного населения, считал себя все-таки совершенно греческим городом, причем ионийским, поскольку был заселен афинянами в свое время, вот он управлялся тиранами до тех пор, пока не пришел Александр. Сейчас давайте на следующем слайде мы посмотрим еще некоторые фотографии этого замечательного города, на рассказе о котором мы с вами остановились в предыдущей лекции. Итак, мы знаем, что блокировав очень удачно с моря и суши, Александр взял город Милет, который, к сожалению, Сантон грабить не хотел, но пришлось брать этот город штурмом. Древний Милет, а вернее, то, что когда-то было Милетом, крупнейшим портом и коммерческим центром Эгейского побережья, теперь находится в нескольких километрах от моря. Ну, вы знаете, что море тоже имеет такую способность отступать. Руины древнего города Милет лежат на холме, который омывается водами античного Меандра, или, как сейчас называют турки, эту реку Бьюик-Мендерес. Вот, пожалуйста, следующий слайд перед вами. Очень хорошо видны руины этого города. На переднем плане вы видите остатки знаменитых коринфских колонн. На заднем плане, кстати, виднеется еще один город, город Нимфолон, основанный уже после Александра Македонского, во II веке нашей эры. Вообще известно, что во времена расцвета города у него было четыре независимых гавани, морские и речные, и благополучия Милета во многом строилась именно на той посреднической роли, которым удавалось играть в отношениях между Грецией и странами Востока, в том числе и благодаря своему очень выгодному географическому положению. Вот на следующем слайде я вам хочу показать самого известного представителя этого города, который благодаря торговле очень активно процветал и в культурном отношении, первого, пожалуй, античного философа Фалеса. Фалес Милецкий его называют, поскольку он был уроженцем этого города, жил он в VII-VI веке до н.э. и был не только философом, но и математиком, астрономом, который сумел уже тогда довольно точно предсказать время солнечного затмения. Итак, перед вами родоначальник античной, а может быть и вообще европейской философии, основатель целой философской Милецкой школы. Действительно человек был очень умный, много путешествовал по странам Востока, по преданию учился у египетских жрецов, у вавилонских халдеев и входил в число семи мудрецов, такое довольно легендарное число. Надо сказать, что имена этих семи мудрецов, самых мудрых людей за всю историю человечества к тому времени встречаются в разных комбинациях и в разных списках. Дело в том, что в античной Греции было принято перед какими-то важными священными играми, в том числе и спортивными, перед какими-то большими праздниками, устраивать не только спортивные состязания, или там состязания певцов, поэтов, но и состязания философов, мудрецов. И победителей вносили в особые списки. Поэтому, поскольку состязаний было очень много, то и списков таких в Греции тоже было очень много, но вот как бы в истории человечества остался один, утвержденный с излюбленным греками числом 7. Кстати, впервые такой список семей мудрецов был опубликован в диалоге тоже философа Платона. Это IV век до н.э. диалог назывался Протагор. Так что все-таки будем считать, что есть классический список из семей мудрецов, куда входил и основатель первой наивно-материалистической школы в древнегреческой философии Фалес. Кстати, между прочим, Фалесу из Милеты принадлежит очень известное высказывание, обращенное когда-то к современникам, но, мне кажется, оставшееся навечно актуальным. Вот этот человек, который, вы видите, на заднем плане сказал как-то, «Помните, друзья, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими родителями». Вот, мне кажется, очень мудрая фраза. И сам Фалес имел много достойных учеников. Которые были одновременно достойными гражданами города Милета. Например, Анаксимандр, философ и ученый, чем именем связывают создание небесного глобуса и первой географической карты, он тоже был родом из Милета. Теперь давайте посмотрим на следующем слайде реконструкцию знаменитого города. Вот такой своеобразный план. Этот план я вам показываю совершенно не случайно, потому что именно в Милете родился человек, первым предложивший регулярную, то есть правильную сетку застройки городских улиц. Правильную, то есть пересекающуюся под прямым углом, да, перпендикулярные улицы. Мы, может быть, привыкли с вами к этому, но тогда это было впервые. Звали этого человека Гипподам. И вот такая Гипподамова система и стала основой застройки Милета. Милет известен как первый город, при возведении которого были применены принципы именно такого разумного планирования, принципы планировки, которые используются до наших дней. Гипподамова система была взята за основу строительства всех городов Римской империи, когда главные улицы прокладывались всегда под прямым углом к поперечным. Но, правда, римляне такую систему называли немножко по-другому. Они говорили, что это правильная система, а по латыни реголо это правильно или правило. Поэтому мы с вами говорим регулярная система. Ну, а греки ее называли по-другому. Гипподамова, поскольку именно Гипподам из Милета придумал вот такое очень удобное расположение улиц. Что касается самого Милета, то я хочу сказать, что в 494 году до нашей эры, как мы с вами уже говорили в предыдущей лекции, после знаменитого восстания, город был сожжен пирсами. Вот давайте мы сейчас на следующем слайде посмотрим колонны, уцелевшие в этом городе. Правда, потом греки восстановили этот город, но его захватил правитель Карии Мавсол, вот тот самый, который построил свой знаменитый Мавзолей, Мавзолей, мы еще о нем поговорим. Затем город захватил Александр Македонский, и, конечно, во время боев город был разрушен. Потом он стал частью Римской империи во II веке до нашей эры. Ну, кстати, вот, между прочим, Милет при римлянах обрел свою новую славу, и довольно долго существовал, но вскоре лишился всего, потому что утратил значение торгового порта. А почему это случилось? А потому что речное русло, то русло, по которому корабли подходили к городу, занесло илом и песком. И вот упадок города произошел как раз византийский период его истории, когда город, к сожалению, стал превращаться в маленький поселок. Но, тем не менее, он оставался на карте истории, и в 1328 году он попал под власть турок-сельджуков, а затем уже выродился в небольшую деревушку. Раскопки на территории Милета начались на рубеже XIX и XX веков. Их проводили немцы. Немецкий археолог Теодор Вигант, а после Первой мировой войны в районе Милета продолжал работать немецкий специалист Вернер Мюллер Винер. Вот в период первой археологической экспедиции была, кстати, даже обнаружена та часть города, которая существовала еще до Греко-Персидской войны. Ну, а в дальнейшем были открыты большинство построек эпохи Римской империи. И, кстати, лучше всего сохранился театр. Вот как раз на следующем слайде я хочу вам показать знаменитый театр античного Милета, который является главной достопримечательностью этого города. Театр раскинулся на высоком холме в окружении прекрасного ландшафта. Он был построен примерно в IV веке до н.э., в эпоху Александра, но до его прихода. Затем, после смерти Александра, он был перестроен и мог уже вместить пять с половиной тысяч зрителей. Но настоящие размеры, вот те, которые вы сейчас видите, театр приобрел во время реконструкции, предпринятой в эпоху Римской империи. Это II век н.э. Представляете, вот тогда в этом театре умещалось 15 тысяч зрителей. Это очень много. И вот в связи с этим, вы знаете, я готовилась, когда к лекции, пришла в голову мысль, а какая же там была акустика. Представляете, 15 тысяч зрителей все слышали, что происходило на сцене, и тогда не было никакой записи под фанеру, как сейчас принято говорить, или микрофонов. Просто вот так удивительно умели строить такие полуциркульные сооружения, которые своей формой одной создавали прекрасную акустику. Ну, кроме того, город еще славился знаменитым святилищем Аполлона. Это было место такого знаменитого культа этого бога. И еще одной из достопримечательностей города являлись бани Фаустина, супруги знаменитого римского философа и императора Марка Аврелия. А вообще археологические исследования в районе Милета продолжаются до сегодняшнего дня. Не исключено, что там еще будет найдено много очень интересного. Что же касается продвижения Александра Македонского, давайте мы все-таки двинемся дальше от Милета, то в целом, конечно, жители этого побережья, потомки переселенцев некогда с материковой Греции, встречали в основном македонцев дружелюбно. И поэтому по мере своего продвижения Александр старался не столько брать штурмом города, сколько возводить новые или расширять и реконструировать старые. Вот эти работы, кстати, носили очень широкий масштабный характер и сразу декларировались как дело государственной важности и проводились в очень сжатые сроки. Вообще все походы Александра Македонского сопровождались очень активной городостроительной деятельностью. Он не только воевал, он еще и строил. И он либо строил новые укрепленные поселения, либо давал средства на восстановление разрушенных, часто им же, городов, либо делал вклады в строительство местных святилищ. Ну, разумеется, вот эти акции, они, конечно, в первую очередь носили такой политический характер, как такой красивый жест великого полководца. Ну и, конечно, Александр заботился о том, чтобы в его империи, он не сомневался в том, что это будет его империя, не было бы каких-то разрушенных мест. И вот первым известным нам городом, которому Александр дал довольно большие средства на строительство общественных зданий, несмотря на то, что у самого Александра средств было не очень много, был маленький город Приены, о котором я сейчас хочу рассказать. Этот городок располагался, ну, вот тоже на границе между Ионией и Карией, поэтому его можно назвать и ионийским, и корейским городом. Скорее всего, наверное, ионийский, потому что он тоже был заселён некогда выходцами из Афин. Вот в этом маленьком городке, который я сейчас хочу вам показать, в этом маленьком городке Александр остановился, когда штурмовал Милет, сам Приена никак не пострадал, более того, получил довольно большие средства. И вот в связи с благотворительностью Александра в Приене даже была выбита мемориальная доска в честь великого полководца. Вот её-то я вам хочу сейчас показать на экране. Она сохранилась в таком несколько разрушенном виде, но, тем не менее, здесь выбиты благодарственные слова жителей города македонскому царю. Вообще, Приена представляет для нас интерес не только в связи с благотворительностью Александра, сколько потому, что это был один из немногих греческих городов в Малайзии, который был построен почти единовременно, вот в тот период, в середине IV века до нашей эры, единовременно, то есть сразу, по одному плану, и который вобрал в себя всё лучшее, что было создано городостроителями за предшествующий период. И в то же время в Приене уже можно наблюдать какие-то новые черты, присущие эллинистическому периоду. Ну, что бы я хотела отметить в связи вот с этим первым городом, некогда построенным Александром? Давайте мы сейчас вот на следующем слайде будем смотреть примерно современный пейзаж, расположенный в этом месте. А пока я хочу сказать, что город Приены впервые упоминается довольно известным античным писателем и историком Диогеном Лаэртским. Упоминается в связи с рассказом о древнегреческом мудреце Беанте. Вот я, честно говоря, не знаю, входил ли этот Беанте из Приены в число классических семи мудрецов, но вот такой мудрец был. И во время осады города Приенты лидийским царём Алиатом Беанте применил такой психологический приём. Об этом пишет Диоген. Когда Алиат осаждал Приену, то Беант раскормил двух мулов и выгнал их в царский лагерь. Италь поразился, подумав, что благополучия осаждённых хватает даже на их скотину. И поэтому он пошёл на переговоры, послал послов. Беант, принимая их, приказал насыпать кучу песка, покрыть их слоем зерна и показать, как будто бы действительно в городе очень много запасов. И узнав об этом, Алиат заключил, наконец, с Приененами мир. Вот этот самый Алиат был отцом легендарного царя Крэза, который, в конце концов, всё-таки попытался эти земли захватить, как я вам уже сказала. Итак, сама Приена расположена на южном склоне Микальских гор, которые террасами спускаются к извилистой речке Меандра, о которой мы с вами уже давно и много говорим. Вообще город был очень удобным. Горы защищали от северных ветров, чистые горные источники питали город водой, которая, между прочим, распределялась по улицам, по керамическим трубам. Она текла. Благодаря крутому рельефу вообще очень легко осуществлялся естественный сток ливневых вод, что было важно для поливки полей. Близость моря создавала очень приятный влажный микроклимат. То есть природа благоприятствовала тому, чтобы человек жил в этом городе. Сама Приена была окружена крепостной стеной, которая охватывала довольно большую территорию, и в ней можно было ещё построить. Вот, собственно, воспользовавшись этим, Александр и даёт деньги, и очень быстро этот город перестраивается. На смену стихийному развитию пришла регулярная застройка с очень чётким выделением общественного, религиозного центра и главных магистралей. Вот, собственно, порушенный землетрясением и наводнением город и был перестроен на деньги Александра по гипподамовой системе. Давайте мы сейчас на следующем слайде посмотрим одну из мозаик, которая сохранилась в этом городе, в городе, расположенном в очень красивой бухте. И размеры общественного центра Приены, где многие здания были украшены вот такими мозаиками, и многочисленные зрелищные сооружения вообще были рассчитаны на город крупных размеров. Город, который, несмотря на довольно крутой рельеф, а город как бы взбирается прямо по горе вверх, всё равно смог остаться регулярным. И вот главная улица города чётко проходила с запада на восток и называлась улицей Западных ворот. Она была единственной проезжей магистралью города, а все остальные были пешеходные и шли именно перпендикулярно главной улице. По очень мудрой гипподамовой системе город был разделён на жилые кварталы, которые, кстати, даже отличались от соседнего милета. Например, каждый из жилых кварталов состоял в среднем из четырёх домов. Жилые дома в Приенне, поскольку там большие раскопки происходили, я как бы могу рассказывать об этом довольно спокойно. Так вот, жилые кварталы Приенны имели дома двух разных типов. Такие скромные жилища, где домик, несколько хозяйственных построек и мощёный дворик. Или, скажем, более роскошные дома, где портиком с колоннами отмечена даже главная комната хозяина, где есть небольшой садик. Но в любом случае на улицу всегда выходила стена дома или стена ограды. Надо сказать, в Афинах тоже самое было. Ну, например, в Афинах, помните, я вам как-то рассказывала, были такие узкие улицы, что прежде чем выйти, не войти, а выйти из дома, человек стучал, предупреждая прохожего, что он сейчас откроет дверь, потому что можно было открыть дверь собственного дома и кого-то ударить дверью по лбу. Вот здесь уже такого не было. Город строился очень разумно и с расчётом на то, что здесь будет жить довольно много людей. Я хочу отметить, что каждый такой узловой центр города располагался на определённой террасе. Вот таких террас в Приене было три или четыре. Ну, в основном три такие крупные считаются. Например, на нижней террасе был сразу построен такой учебный центр, большой гимнасии, где обучались мальчики, и с примыкавшим обязательно к нему стадионом. Затем шла лестница высотой 43 метра, и она вела к следующей террасе, где располагался торговый и общественный центр. Вот там на второй террасе располагалась агора, то есть площадь народных собраний, рынок обязательно и святилище, ну, в данном случае, святилище Зевса. Затем вот с этой агоры поднималась ещё раз лестница, уже в 72 ступени, и она вела на следующую террасу, располагавшуюся уже на высоте 90 метров над уровнем реки Меандра. Там находилось главное святилище города, храм Афины Паллады, покровительницы Приены. Вот этот храм был выстроен исключительно на деньги Александра Македонского. А ещё выше находился на следующей площадке так называемой Верхней Гимнасии и знаменитый театр, который я вам хочу ещё раз показать поближе. Обратите внимание, во всех антично-греческих городах обязательно был стадион и театр, да. Вот этот театр располагался на одной из террас города Приены, а на самой вершине горы уже был так называемый Акрополь, ну, просто дозорная площадка без храмов. Таким образом, подводя вот такой небольшой итог, я хочу сказать, что этот город, выстроенный на средства Александра Приены, являлась в своё время уникальным образцом эллинистического нового градостроительства, соединившим в себе два направления – усовершенствованную регулярную планировку и умение создавать прекрасные монументальные ансамбли, расположенные на разных уровнях. Действительно, вот смотришь иногда на фотографии Греции, как удивительно они умели ставить между Синим небом и Синим морем на высокой горе чудесный белый храм. Вот потрясающее чувство красоты и изящества, конечно. И, пожалуй, я сегодня успею ещё немножко рассказать о другом городе – Дидиме. Давайте вот на следующем слайде мы, правда, ещё сначала посмотрим руины храма Афины в Приены, вот того самого, который был построен при Александре Македонском. А вот на следующем слайде мы увидим уже современный город, от которого в древности пролегала дорога прямо к Милету. Дорога была священной, она украшалась статуями сидящих львов, которые, правда, сейчас находятся в Британском музее. Дорога датируется примерно VI веком до нашей эры, и, вероятно, вот этот город Дидим, который тоже добровольно сдался Александру, был заселён довольно давно. В этом городе, как нам рассказывает Гомер в своей Илиаде, и подтверждают современные археологические раскопки, начатые там в 60-е годы XX века, в этом городе процветал культ Аполлона. Вот сейчас вы видите как раз раскопанную древнюю часть города, копали в основном немцы, как и везде в Малой Азии, и вы видите остатки древнего храма Аполлона. Это действительно было очень монументальное сооружение, которое, может быть, уступало только храму знаменитой богини в Эфесе, Артемий Дефеский, или храму Геры на острове Самос. Это был один из самых грандиозных античных храмов эллинской цивилизации, и в своё время он был тоже перестроен на деньги Александра Македонского. Ну, вот говорили, что здесь было одно из самых знаменитых святилищ Аполлона, такой же знаменитый, как, скажем, в Дельфах, и здесь даже были обнаружены пророчества, отделанные мрамором, мрамором, привезённым некогда с островов Эгейского моря. Ну, вот я думаю, что на этом мы, наверное, закончим нашу сегодняшнюю передачу, потому что, как вам показывает следующий слайд, далее уже у нас должен идти разговор о том городе, который, к сожалению, Александру не захотел сдаваться добровольно. И, к сожалению, этот чудесный город, пятым входивший в список чудес света, Александру пришлось разрушить. Там от него не захотели принять ни мир, ни дружбу, ни средства, которые он, скорее всего, с удовольствием бы дал, так же, как, скажем, и в Эфесе, и в Дидиме, и в Приене. Но дело в том, что в Галикарнасе, или, как называют сегодня этот город в Бодруме, как раз сосредоточились к тому моменту основные силы персидской армии, силы, которые, опять-таки, по иронии судьбы, возглавлял грек-наемник, выдающийся совершенно военачальник, только, может быть, немного уступавший в своих способностях Александру знаменитый Мемнон. И вот об этом человеке, и об осаде, и разрушении Галикарнаса, о его знаменитом мавзолее мы с вами поговорим в нашей следующей передаче уже. А на сегодня всего доброго, до свидания.